Да, до полной победы еще далеко. В некоторых странах Содружества ситуация ухудшается и власти вынуждены вновь вводить ограничения. Все подробности в традиционном обзоре наших корреспондентов. Лидер нации и первый президент Казахстана пополнил список заболевших. Тест на коронавирус у Нурсултана Назарбаева оказался положительным, но поводов для беспокойства нет, заверил его пресс-секретарь. Ельбасе продолжает работать на удаленке. Среди высокопоставленных пациентов министр здравоохранения Ельжан Бертанов, спикер Нижней палаты Нурлан Нигматуллин и вице-премьер страны Ярал Этугжанов. Из-за ухудшения ситуации с вирусом в Казахстане ужесточают меры. Все, как в начале пандемии. Приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров. Допустить работу объектов общепита только на открытом воздухе с сохранением социального дистанцирования. Ограничить работу общественного транспорта. Но ограничения ведут пока только на выходные. Жителям Нурсултана запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Только в поликлинику, аптеку и магазин. Власти просили граждан запастись заранее. В крупных городах закрыты парки, скверы, пляжи. Запрещен въезд в туристические зоны. Среди заболевших много будущих мам. Для них специально открыли ковидный роддом. Карантин в Азербайджане продлили до 1 августа. До этого же числа закрыты и границы республики. Ежедневно в стране 300 новых случаев. Эпицентр в Баку. Здесь более половины всех заболевших. Поэтому в столице и больших городах самые жесткие меры. С воскресенья и до 5 июля выход из дома только по СМС-разрешениям. Не работают торговые центры, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, музеи. Вновь запретили проводить спортивные мероприятия. В стране немало коронабольных, находящихся в тяжелом состоянии. Им требуется интенсивное лечение. Многие из инфицированных поздно обращаются за медпомощью. Чтобы пресечь распространение коронавируса, мы должны соблюдать все правила. Массовое заражение COVID-19 произошло в Министерстве труда и социальной защиты. 25 сотрудников ведомства были госпитализированы. Случаи инфицирования коронавирусом также выявлены в Миле-Меджлисе. Инфекция была обнаружена у двух сотрудников управления делами парламента. Сейчас они проходят лечение в больнице и чувствуют себя хорошо. А коллеги, которые с ними контактировали, изолированы в соответствии с правилами карантина. Молдова должна быть готова к мрачным реалиям. Об этом заявил премьер-министр. По словам Иона Кеку, страна уже проходит через вторую волну коронавируса. Хотя ее ожидали осенью. Количество новых случаев выросло вдвое и достигает порядка 400 в день. Ковид выявлен у 37 сотрудников мэрии города Бельцы. Также среди зараженных сотни полицейских и десятки священников. Мы находимся в том положении, когда мы больше не можем объявить чрезвычайную ситуацию, оставить людей дома, остановить экономику. У нас больше нет ресурсов и резервов. Если заблокируем экономику, попадем в другой кризис, который означает невозможность платить зарплаты и пенсии. На этой неделе в стране заработали кафе и рестораны по новым правилам. Дистанция, дезинфекция, подписка под собственную ответственность. Это для тех, кто хочет сидеть за столом вместе. Или гости должны подтвердить родственные связи. Рестораторы сократили посадочные места вдвое. В сегменте ресторанов гостиницы кейтеринга в Молдове работают 50 тысяч человек. На протяжении трех месяцев эти люди не работали. Они остались без финансовых ресурсов. Это критическая ситуация для бизнеса и для сотрудников. Чрезвычайное положение в Армении продлили до 13 июля. Но власти говорят, люди по-прежнему продолжают нарушать режим. На этой неделе премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз вышел на улицы Еревана, раздавал маски прохожим и объяснял, как важно их носить. Ситуация с пандемией в стране тяжелая. Количество заболевших увеличивается в среднем на 400 человек в сутки. В некоторые дни доходило до шести сотен случаев. До тех пор, пока не начнем соблюдать социальную дистанцию и носить маски, эта эпидемия не будет преодолена. Или будет преодолена следующим образом. Все те, кто должен был умереть, умрут, и только после этого цифры спадут. Это значит, что мы своим поведением просто приговариваем к смерти сотни, если не тысячи граждан. Решением коменданта людей также обязали носить с собой документ, удостоверяющий личность. Нарушителей штрафуют на 20 долларов. Столько же придется заплатить из-за отсутствия маски. Наказывать материально за отсутствие маски собираются и в Таджикистане. Штраф 30 долларов. Столько же придется заплатить из-за несоблюдения безопасной дистанции в общественных местах. По новым правилам теперь работает и крупнейший вещевой рынок страны. Он был закрыт на полтора месяца. Продавцам приходится наверстывать упущенное. Покупателям не следует беспокоиться. Мы ежедневно проводим обработку хлоркой. Цены не завышаем и стараемся соблюдать все меры безопасности. На этой неделе президент Рахмон пообщался с китайским лидером Си Цзиньпином. Поблагодарил за помощь, оказанную в борьбе с пандемией. Это и препараты ЭВЛ, лекарства и средства защиты для медиков. В Беларуси после большого перерыва заработали театры. Одним из первых зрителей встретил столичный театр Янки Купалы. Но со строгими мерами безопасности. В зале не более 100 человек. Рассадка через кресло. А после каждого спектакля помещение дезинфицируют. Заболеваемость в стране постепенно снижается. Но вторую волну специалисты не исключают. Поэтому санитарный режим ужесточили на рынках, магазинах и кафе Минска. Объекты торговли проверяют специалисты санэпидемслужбы. Рейды показывают. Правила соблюдают не все. Порой персонал забывает про маски и перчатки. Только за последние 10 дней недостатки в данной части нами были установлены практически на каждом втором торговом объекте и на каждом втором объекте общественного питания. С начала апреля специалисты обследовали более 6 тысяч объектов торговли. Сейчас взялись за столичные рынки. Волна первая или вторая? На этой неделе в Грузии всех интересовал вопрос, на каком этапе находится распространение коронавируса. Специалисты отвечают. Главное не название, а соблюдение мер безопасности. Важно, чтобы маска была не в кармане или же на подбородке, а на лице. Среди инфицированных растет число медиков. Их больше 100. Это 12% от общего числа заболевших. Больше всего таких случаев зафиксировано в регионах, где были резкие вспышки. Коллегам приходилось работать в условиях, когда пациенты не осознавали всю сложность заболевания и даже скрывали симптомы. Между тем, в Грузии возобновили железнодорожное сообщение. Стартовал внутренний туризм. У нас в стране столько интересных и неизведанных мест, что мы можем отдыхать и путешествовать, не выезжая за границу. Откроем для себя свою страну. Соломя Зурабишвили решила проверить на себе профессию гида. Все последние дни она рассказывает в своем блоге о малоизвестных туристических маршрутах, выкладывает видео и призывает следовать ее примеру. Сложная ситуация и в Кыргызстане. На этой неделе поставлен антирекорд. Зафиксировано 132 заболевших за сутки. Это в разы больше, чем в начале эпидемии. Тогда в день фиксировали по 20-30 заболевших. Если ситуация обострится, мы можем вернуться к ограничениям. Мы будем вынуждены вести их для объектов экономической деятельности. На базарах, в общественном транспорте и в других местах, где многие граждане не соблюдают меры предосторожности. Чаще всего люди заражаются в общественном транспорте. Профильное министерство предложило ввести учет всех пассажиров, фиксировать их в специальный журнал. Это невозможно для городского общественного транспорта. Люди должны сами беречь себя. Это же не водитель должен всех беречь или нести ответственность за это. Теперь проводят рейды. Сотрудники милиции в первую очередь проверяют наличие масок. Это обязательное условие проезда. Водителям выдают минимум 5 масок на смену и антисептик. Дождались. В Москве заработали летние веранды. Но отдыхать придется по-новому. Не более трех человек за один столик. Сами столы должны стоять на расстоянии не менее двух метров друг от друга. С одной стороны, шумной компанией теперь не посидишь. С другой – романтическому свиданию. Никто не помешает. За чашкой чая можно сидеть без перчаток и масок. После каждого клиента обязательная дезинфекция. В прошлом остались подушки и пледы. Собираясь в кафе, не забудьте смартфон. Гость сможет навести на столе на QR-код и перейти на меню, чтобы не дотрагиваться до самого важного меню. Такие же правила в крымских ресторанах. Российский курорт снял большинство ограничений. На полуостров пускают туристов из других регионов. Работают торговые центры, открытые парки. Отельеры в ожидании высокого сезона. Мы много стандартов переделали. Научились улыбаться в масках. Где-то маски не нужны. Например, на пляже будет максимально комфортно. В помещениях, безусловно, мы будем сохранять маски. Отдыхающие едут и на Ставрополье. Места в санаториях забронировали уже более двух тысяч человек. Регулярная дезинфекция в вестибюлях и номерах. Обеззараживание воздуха. В соседнем Дагестане в разгаре профилактика. Военные тестируют жителей труднодоступных горных районов. В таких мобильных лабораториях анализ на COVID-19 готовится всего полчаса. И на этой неделе российской Минобороны начало испытание вакцины от коронавируса на первой группе добровольцев. А для тех врачей, кто остается на передовой борьбы, в июле и августе сохранятся все надбавки. Так распорядился Владимир Путин.